Добрый вечер! Это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицки. Сегодня говорим о героях рабочего класса и о фестивале, который им посвящен. Соорганизатор фестиваля Ольга Тагильцева сегодня у нас в гостях. Ольга, добрый вечер! Спасибо, что пришли. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, горожане! Ольга, кто такие герои рабочего класса? Давайте начнем с этого. Кому посвящен фестиваль? Герои рабочего класса – это все, кто живет в нашем городе. Это мы с вами, это те люди, которых объединяет красивая работа, красивые достижения, творчество, мастерство. Оказывается, в нашем городе их очень много, таких людей, и была выдвинута такая идея организаторами фестиваля, чтобы объединить их всех на одной площадке. Вот на эту площадку кого вы приглашаете, как отбирали, по какому принципу участников фестиваля приглашали? Мы придерживались нескольких позиций для того, чтобы пригласить действительно настоящих мастеров. В первую очередь приглашали тех, кто откликнулся, те, кто сами проявили желание участвовать в подобном мероприятии. Когда подвели небольшие итоги и сделали срез наших участников, то поняли, что, может быть, нам не хватает тех людей, которые занимаются каким-то удивительным промыслом, тем, которого нет на нашей территории. И тогда уже обратились в областной центр развития промыслов, и оттуда нам предоставили кандидатуры, к которым мы обратились, и они не отказались, тоже будут участвовать в нашем фестивале. По поводу удивительных промыслов, редких профессий. Люди каких профессий приедут и какие промыслы готовы будут показать? Во-первых, нам очень хочется, чтобы все узнали о мастерах города Первуральска. То есть первуральские мастера будут представлены в нескольких шатрах. Вообще весь фестиваль пройдет на одной большой площадке возле инновационного культурного центра. Начнется он в 11 часов и будет проходить до самого-самого вечера. Только в 6 часов завершится работа фестиваля. Это 15 сентября. 15 сентября в эту субботу. Мы надеемся, что будет хорошая погода и рассчитываем на то, что придет очень много горожан. Сколько участников вы в итоге ожидаете на фестивале? Мы рассчитываем на 50 мастеров, на более чем 30 мастер-классов. Ждем всех. Я хочу сказать, что приедут мастера из Екатеринбурга. Это и гончарная мастерская. Это члены гильдии керамистов Урала. Приедут мастера росписи знаменитых тагильских подносов из Нижнего Тагила. Будут из Артемовского объединения «Егоршинская лоза». Изготовление из пуговиц Екатеринбургского дизайна. Изготовление игрушки ручной работы. В общем, здесь можно перечислять множество, множество, множество. Тем более, это все будет проходить в шатрах, не под открытым небом. Если вы боитесь замерзнуть, то для вас будут комфортные условия. Мы рады всех видеть. Я знаю, даже рекорды определенные собираются поставить на этом фестивале. Огромный шарф. Организаторы предусмотрели несколько интересных моментов. Таких, которых не было, наверное, в нашем городе. Один из них действительно будет связан 40-метровый шарф для трубы. Вы знаете, что нашу команду «Уральский трубник» ласково называют «труба». Поэтому вот эти теплые отношения хотят передать мастерице нашего города Первоуральска. Будет связан большой-большой шарф, который будет показан впервые именно на этом фестивале. А после этого на первой игре этот шарф мастерицы вручат всей команде. В которую входят и юниоры, и ветераны, и врачи, и тренеры. В общем, вот такая интересная акция. Замечательно. Я знаю, еще и концерт запланирован тоже. Да, приглашены коллективы. Это не будет все в одном направлении, что все придут и будут участвовать только в мастер-классах. Конечно, будет развлекательная программа, будет детский праздник. Будет в одном из шатров представлен фэнтези-град из Гринвича. Затем будет народный коллектив Матвеева. Также будет железный озон с новым прочтением песен о рабочих профессиях. Призы, подарки какие-то предполагаются. Кому, за что их будут вручать, если будут? Ну, как известно, рабочие получают заработную плату, любые рабочие люди. Так и у нас будет квест, который называется «Конкурс по трудоустройству». Каждый входящий на площадку фестиваля будет получать трудовую книжку абсолютно бесплатно. Написав в ней свои инициалы и свою фамилию, он сможет пройти мастер-классы. И затем получить работу. И затем получить в отделе кадров, получить условно работу, то есть получить тот приз. Чем больше ты пройдешь мастер-классов, тем выше и ценнее будет твой подарок. Выставка автомобилей, велосипедов тоже. Да, это, знаете, это прямо универсальная, какая-то уникальная выставка будет. На площадке перед ИКЦ всех пригласит к себе мастер-механик Василий Галихин. Из города Заречного. И здесь можно будет прокатиться на чудо-велосипедах, которые были представлены в разных городах. Даже на выставке ВДНХ в Москве. Это велосипеды, автомобили, собранные своими руками. Замечательно. Кто поддерживает фестиваль? Кто организаторы? Расскажите. Ну, в оргкомитет вошли, это была инициатива администрации, а также поддерживает Первоуральский фонд поддержки предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата, Первоуральский новотрудный завод однозначно. И все это совместными усилиями, мы надеемся, придет к хорошему результату. Фестиваль проводится впервые, но нам бы хотелось, чтобы эта площадка была традиционной, чтобы люди знали, что именно здесь мы ценим и подчеркиваем тех людей, которые занимаются работой. И не случайно именно в этот день будет еще один сюрприз для горожан, будет открыта Стелла, которая так и будет называться Герой рабочего класса. Спасибо, что уже сейчас ответили на многие вопросы. Спасибо телезрителям. Увидимся. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok